В новом учебном году 60 юных мурманчан пойдут в новый детский сад. В двухэтажном здании 80-го года постройки уже началась реконструкция. По проекту подрядчику необходимо полностью заменить тепловода и электросети, выполнить комплекс строительных работ, внутреннюю отделку и благоустроить территорию. Срок сдачи объекта – сентябрь 2015-го. Пустующие площади, обшарпанные стены, горы строительных материалов. Сложно представить, какой объем работы необходимо выполнить, чтобы уже через 5 месяцев здесь зазвучали детские голоса. После реконструкции двухэтажного здания откроется детский сад. Контракт между подрядчиком и городом подписан. Из бюджета выделено 37 миллионов рублей. Предусматривается устройство новых полов, новых перегородок, замена полной кровли, фасада с утеплением, крыльца, подъемники для маломобильных граждан. В здании 80-го года постройки изначально располагался детский сад. В период демографической ямы его расформировали, помещения отдали для спортсменов. Теперь же, когда дошкольных учреждений в городе не хватает, вернулись к истокам. В этом микрорайоне сегодня, когда мы закончим детский сад, начиная от морской и практически до кооперативной, будет 5 детских садов, они все современные. И, конечно, в этом микрорайоне мы решим территориальный, так скажем, принцип. Потому что сегодня для родителей уже одной из проблем является, и, пожалуй, самой важной, является не место в детском саду, а там, где находится детский сад. Мы, конечно, понимаем, что это должна быть человековой доступности. О том, что здесь когда-то занимались лыжники и биатлонисты, напоминают плакаты на стене. А воспитанники бывшей третьей школы Олимпийского резерва сегодня известны во всем мире. Именно здесь обучался бронзовый призер Олимпийских игр Алексей Петухов. Начинающие звезды спорта сейчас переехали в другое здание. В этих стенах будут расти и развиваться самые маленькие жители нашего города. Здесь будут находиться четыре группы. Две группы для детей раннего возраста, с полутора до трех лет, и две группы для детей дошкольного возраста. Это дети от трех до семи лет. По планам после завершения реконструкции и благоустройства территории, уже в сентябре детский сад номер 121 распахнет двери для своих первых воспитанников. Кроме того, открытие детского сада – это еще и 40 рабочих мест для воспитателей, нянечек, поваров и технического персонала.